Добрый вечер всем! Спасибо большое, что вы присоединились. Как у вас дела? Я уже скучала эту неделю без вас и без наших уроков. Наш урок на тему недельной главы Этеро не зря включила эту песню. Называется «Нас выбирают, мы выбираем кто кого и для чего самое главное» с Божьей помощью мы узнаем в конце этого урока. Пока люди собираются, хотелось бы начать с небольшой истории, чтобы вас тоже заинтересовать. Была одна парикмахерская очень знаменитая, и вот туда пришел президент Америки Стрички. И когда он сделал свою шикарную прическу, то парикмахер захотел брать с него деньги. И на следующий день, когда он пришел на работу, он увидел огромный букет цветов с надписью «Спасибо большое от президента Америки». Потом в один из дней к нему пришел президент Германии, не знаю, другой страны, тоже сделал прическу, не взял с него деньги, и на следующий день его ждал подарок с надписью «Спасибо большое». «Пока не пришел президент Израиля». Он его постриг, естественно, не захотел брать с него денег, потому что это очень большая честь. И на следующий день его ожидало 150 человек его семьи, желающие тоже постричься бесплатно. Наша особенность, она выделяет нас от других народов. Будь это хорошая особенность или не очень хорошая, мы всегда выделяемся. И об этом отличии нас от других народов я бы очень хотела с вами поговорить, потому что это основная наша тема. Чтобы мы с вами не изучали, какую бы тему до и после мы не затрагивали, она все равно задается одним и тем же вопросом. Чем мы такие особенные и почему у нас есть только заповеди? Мы пытаемся объяснить заповеди цицита, тфелина, домашнего уюта, кашрута, всего чего угодно. Но самое главное – это задать себе вопрос «Для чего мне нужны…» Здравствуйте, Анюта. «Для чего мне нужны все эти заповеди?» Всевышний в нашей недельной главе выбирает нас и говорит «Вы будете мне избранным народом». Вы знали, что вы избранные? Каждый ли день вы чувствуете, что вы особенные, что вы чем-то отличаетесь? Спасибо большое! Всех очень рада видеть! Правда, скучала? Спасибо! И очень бы хотелось понять, какие у Всевышнего планы на наш народ, что я каждый день должна делать, чтобы Всевышнего не разочаровать, и зачем он меня выбрал. Шалом, Полтава! У нас есть, известно, 613 заповедей и 7, добавленных мудрецами, например, праздники, которых у нас нету в Торе, и 7 я могу их потом перечислить. И Лена, шалом из Москвы! У меня сейчас муж находится в Москве, так что я особенно сегодня признательна вашему городу, хоть не за хорошую погоду, но за вкусную еду точно. Вруклин! Всем привет! Намек на 613 заповедей у нас есть уже в первых 10 заповедях, которые мы получаем в этой недельной главе, потому что если мы возьмем все эти 10 заповедей и посчитаем буквы, то у нас получится 620 букв, что намекает нам на то, что после этих 10 заповедей Всевышний не остановится, и мы будем получать еще, 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 еще разные задания от Него. Справимся или нет? Уверена, что да, Всевышний не дает ничего, что не под силу исполнить человеку. Доброго вечера всем! Молюсь на стене плача. Пусть ваши молитвы будут услышаны. С Божьей помощью помолитесь за весь еврейский народ, где бы он ни находился. Вообще, существованием еврейского народа, мне кажется, стоит затронуть 3 вещи, которые невозможно объяснить. Я бы даже сказала, что это 3 чудо надприродные, которые бы я хотела с вами затронуть и открыть на них глаза. Первое чудо, которое никто не может объяснить, это Ида, привет! Это то, что мы существуем. Как бы нам ни казалось, это естественным. С той ненавистью, которой все народы относятся к нам, почти все, мы не должны были существовать. Мы знаем, что вообще народность, это такое понятие непостоянное. У нас столько было... Я вот зашла в Википедию и посмотрела, сколько народов было, которые исчезли. Википедия только мне дала 87 стран и империи, которые существовали, но памяти о них не осталось. Тем более, что, кроме того, что не осталось о них памяти, люди, которые сейчас называются теми же именами, например, они никакой связи не чувствуют с теми, кто жил до них. И египтяне совершенно не чувствуют свою принадлежность к фараонам, которые правили тогда в Ираке, и не помнят, что было Хашвирош, и их империя сейчас намного, намного изменилась. В отличие от того, что было раньше, Ирак с Тавхаденетсером тоже никак не связывает свою судьбу. Народности, они появляются, делают балаганды, вносят свою какую-то роль в мир, и через 100, 200, 300, 400 лет они изживают себя и перестают существовать. Еврейский народ, это единственный народ, который на протяжении 5000 лет остался верен одним и тем же традициям. Я и 100 поколений назад моя бабуля соблюдаем одни и те же заповеди. Мы ставим в пример одного и того же лидера Моше, мы рассказываем детям про одного и того же рабе Акиву и его жену. Мы одеваем тот же цицит, тот же тфилин. Женщины также покрывают голову, независимо от вияний моды. И все это мы делаем с поколения в поколение, и наша эра никогда не закончится. Это обещано. То, что мы существуем, это первый вопрос, с которым у нас должно возникнуть чувство чуда, с которым мы живем. Шалом всем! Второе. А, кстати, по поводу этого, вы, наверное, знаете, что в Ятва Шейми есть знаменитая фотография, облетевшая интернет. Это когда на окне стоит Ханукия, и на фоне там уже флаг нацистский со свастикой. Это фотография с 1931 года, когда Равин, Германия, сейчас я не помню, к сожалению, как его зовут, Акива Барух Познер зажег Ханукию, жена увидела, какой фон сопутствует это Ханукия, сфотографировала и на обратной стороне подписала «Флаг говорит «Умри, Йода!» «Свечи говорят «Живи, Йода!»» Эта фотография дошла к нам с подписью, которую добавили дети, которые выжили в этой ужасной войне. Что было написано? Где они, а где мы? Так, фотография сохранилась и от вашей, напоминая нам о нашей постоянности, независимо от того, кто нас окружает и что с нами хотят сделать. Второе. Наша значимость. Не обращая внимания на то, что мы живем, мы могли бы жить тихо, и никто бы о нас не знал, потому что еврейского народа очень-очень мало по всему миру. Мы составляем 2% от всего насемления земного шара. Но что о нас слышат постоянно, слышат везде и слышат повсюду? Я немножечко собрала информацию в интернете, так вот, очень интересно. Если мы возьмем тысячу человек в Америке, например, соберем на улице тысячу человек, из них всего два будет еврея. Если бы было тысячу нобелевских лауреатов, то сколько бы из них было евреев? 220. Из 8 больших судей, главных судей в Америке, сколько евреев? 4. Из 5 самых богатых человеков, людей Австралии, четверо евреи. В Америке 20% из всех богатых людей тоже евреи. От нас нельзя спрятаться. Несмотря на нашу численность, нас чувствуют везде, в любой стране, где бы ни были. Спроси у человека, сколько евреев, он скажет, да их миллионы, потому что евреи всегда в правительстве, не хочу говорить про Украину, где президент евреи, оппозиция еврей. Везде самые богатые, значимые люди, они евреи. Кому-то надо, чтобы мы существовали из поколения в поколение, и кому-то надо, чтобы нас во всех дырах было видно. И обратная сторона медали, несмотря на все это, оно тоже является чудом, мне кажется, к нам не могут привыкнуть. Какой бы вклад в страну мы не вносили, какими бы замечательными людьми мы не были, какое бы доброе сердце у нас не было, как бы мы не помогали экономике каждой страны подняться, как бы мы не повышали уровень образования молодежи в Галуте с нами не могут никто, к нам не могут привыкнуть. Например, за прошлый год 90% как-то называется, законов в ООН было принято против Израиля. Никто... Ура! Привет! Спасибо! Я рада, что вы мне рады. И я вам очень рада. Секунду. Никто ни в какой стране не говорит нам спасибо, а только пытаются все самые плохие вещи, связанные с какой-то структурой страны, свалить на кого? На евреев. Если кто-то плохой, он еврей. Если кто-то хороший, то он широукраинец, замечательный россиянин и честный налогоплательщик Америки. Я бы вам хотела провести сейчас Донецкая область мира вам. Привет! Я бы хотела вам сегодня, сейчас привести слова, кого не еврея, причем мне даже кажется, что он был антисемитом, это вы меня можете поправить. Марка Твена. Я уверена, что вы это уже слышали, но эти слова как никогда подходят к теме нашего сегодняшнего урока. С вашего разрешения я вам прочитаю часть из его очерка о еврейском опросе, который был опубликован в 1899 году. Если статистика верна, и евреи составляют не более 1% человечества, тогда это было так, это наводит на мысль о почти невидимом комочке звездной пыли, затерявшемся в ярком свете Млечного Пути. О евреях, собственно, и слышно-то не должно быть, но они дают о себе знать. О них мы слышали и продолжаем слышать. Они выделяются в среде любого народа. Их место в экономике. Их значимость неизмеримо выше места и значение любого другого столь же малого народа. Их доля в списке великих имен мирового масштаба в литературе, науке, искусстве, музыке, финансовой деятельности, медицине, новейших открытий непропорциональна доле евреев среди других народов. Она намного обширнее и богаче. Они евреи во все времена, в схватке, в сражении с целым миром. И в этой схватке они могут надеяться только на себя, так как никто их не поддержит. И они сражаются не на жизнь, а на смерть. Им можно простить, какие бы средства в этой борьбе они не использовали. И египтяне, вавилоняне, персы создавали мировые державы. Всей планете торжественно и шумно заявляли о своем могуществе. Затем таяли, словно дым, и умирали. Греки и римляне наследовали их громкую славу и тоже ушли в небытие. Другие народы возникали. На время высоко поднимались, плача свой факел, но он сгорал, оставляя лишь искорки, а подчас и они сгорали. Евреи видели их всех. И сейчас они такие же, какими были всегда. На протяжении веков, не знающие упадка или немощи, никогда, так же, как и теперь, не ослаблялось их влияние и роль в жизни народов, среди которых они жили, не убывала их энергия, мобильность и острота ума. Все в мире смертно, кроме евреев. Как вам? Как вам слова? Не евреи, а нас. Это именно то, что происходит в нашей недельной главе. Именно благодаря тому, что произошло в недельной главе ЭТРО, все, что пишет Мерак Твен. И мы с вами сказали, в прелюдии к этому уроку, становится явью. Потому что именно в этой недельной главе, как мы уже сказали, Всевышний выбирает нас из всех народов и говорит, вы будете мне, особенным народом, избранным народом. И будет это все на веки веков. И опять же, я сдаю вам начальный мой вопрос. Зачем нам это надо? Зачем нам надо столько заповедей? Почему мы не можем быть особенными тихо? Почему мы не можем из-под тишка, ам из раиха, спасибо большое, из-под тишка быть избранными и как-то влиять? Почему нас должны ненавидеть? Почему мы должны быть такими активными? Ведь в идеале евреи должны быть скромным человеком, изучающим книги, внося святость в этот мир. Почему мы должны быть активными и ввести в этот мир к чему-то, хотя мы сами не знаем, куда мы идем. Когда-то Равкука спросили этот вопрос, почему евреи народ, который не исчезает, он сказал, что у каждого народа есть какая-то информация, которую он должен принести в этот мир. И как только они эту информацию принесли, они уходят со временем в память. Почему же евреи не сказали свою информацию? Потому что евреев никто не хочет слышать. А пока мы не сказали то, что нам есть сказать, мы будем здесь жить. Но хочу я у вас спросить тоже у себя. Если бы я у вас спросила, а что вы хотите сказать другим евреям, другим народам? В чем ваша особенность? Зачем мы с вами избраны и что мы должны принести в этот мир? Что бы вы ответили? Знаем ли мы, насколько мы особенны и какая невероятная роль в этом мире у нас есть? Был один человек, который уже пришел в очень старческий возраст, ему было 118 лет, он чувствовал себя очень-очень хорошо. И вот к нему к нему к нему, он пришел в синагогу, но стоял на входе и не заходил внутрь. Равинус увидел, что начинает самая главная молитва. Подошел к этому человеку и сказал, ты чего не заходишь? А он говорит, а, ты чего, как это было, ты чего не заходишь? Всевышний должен слышать твои молитвы. Он говорит, фу-тфу-тфу, я не хочу Всевышнему о себе напоминать, чтобы он не вспомнил, а я также продолжал жить в этом мире. Так вот, о нас Всевышний помнит всегда. И мы не должны молчать, для того, чтобы Всевышний о нас вспоминал. Мы должны что-то делать. Вот уже вы пишете, принести добро, свет Творца. Молодцы! Вы у меня самые-самые умные. С Божьей помощью я вам докажу ваши слова к концу урока, а может и не только ваши. Каждое утро мы говорим с вами молитву Ашер Бахар Бану Миколе Амим. Тот, который выбрал нас из всех народов. Что мы должны думать во время этой молитвы? Что не весь еврейский народ выбран, а что каждый из нас, как единица, выбран. Почему так надо думать? Потому что, когда мы знаем, что есть весь народ, и все выбраны, то можно сказать, там такие умные люди, там такие праведные люди, там такие семьи, че я? Я сяду на хвост, они будут делать свое дело, а я что? Я схвачу трэмп, что называется, и тоже выйду вместе с ними. Нет, каждый должен знать, что он стоял на откровении Синайском, и что каждый из нас получил туру и особую миссию в этом мире. И нам не спрятаться, даже если мы будем стоять у входа синагогу и не заходить внутрь. Окей, в нашей недельной главе мы получаем 10 заповедей, и в принципе эти 10 заповедей очень легко исполнить. Ну что? Не дает нам Всевышний расслабиться, и на протяжении 40 лет, каждый день, Мошера Бейна, приходит в молитву, на молитву, собирается огромный миньян, миллионы людей, и он становится набимым, и зачитывает нам новые, новые, новые заповеди. И людям уже становится не смешно. С одной стороны, не убей, не украти, каждому из нас под властью сделать свою жизнь такой, чтобы никому не причинять вреда. Ну, немножко постараться, по крайней мере, это возможно. Но когда Мошер начинает рассказывать, что нам надо делать, тут же у людей возникает вопрос, почему Всевышний пытается каждую минуту нашей жизни чем-то заполнить, чем мы провинились, почему Всевышний пытается вмешаться в каждую-каждую секунду. Идешь в туалет, надо знать, какое благословение сказать после. Хочешь покушать? Ого, сколько законов! Шаббат пришел раз в неделю. Ничего себе, какую подготовку надо сделать? Женился? Для свадьбы особенные законы, для женитьбе особенные законы, для воспитания детей особенные законы. Да куда, и куда не пойди, куда не сунься, у тебя везде особенные законы. Очень люблю недельную главу Корах. Я очень жду, когда она придет, это мы с вами разберем. Это один из моих любимых уроков. Но одно из доказательств и как это называется вещей, которые пропагандировал Корах, когда собирал своих последователей, в чем? Что Муше и Айрон выдумывают все эти заповеди для того, чтобы поработить еврейский народ. Помните, как у нас говорили религия опиум для народа? Религия помогает держать стадо в узде. Так вот, Корах говорил то же самое. Мы избраны, но это не значит, что мы должны стать рабами Всевышнему. Всевышнему не надо все эти заповеди. Пойдемте все вместе, я вам докажу, что Муше и Айрон, и Айрон его брат, они все это выдумывают. И когда мы дойдем к той недельной главе, я вам приведу примеры, которые я вам взял, когда женщина, у нее умер муж, осталось много детей, и она решила посадить на поле, там, я не знаю, пшеницу. И тут же пришел Муше и сказал, так, здесь ты не срезай, это корень, здесь ты не срезай, это беднякам. Она решила продать поле, он сказал, десяти, но от выручки ты должна отдать. Это отдай, это отдай. И в конце, в общем, он так выгрутил, что эта несчастная вдова осталась сама, без ничего, без денег в пропитание, потому что Муше и Айрон забрали у нее все. И он говорит, так не может быть. Всевышний для того нас сделал избранными, для того, чтобы были верхушки слои общества, которым мы должны отдавать все. И так у него было 250 последователей. Что с ними было, мы узнаем потом, но задается нам вопрос. Зачем нам нужны все эти заповеди? Их слишком много. Каждый день на протяжении 40 лет Муше добивал и добивал и добивал и добавлял нам все эти заповеди. И казалось, ну остановись уже, сколько можно. Тем более, я вам хочу сказать вещь, которая меня в свое время просто поразила. Десять заповедей, которые мы получаем в этой недельной главе, они повторяются два раза в Торе. Первый раз в нашей недельной главе Итроу второй раз в недельной главе Ваид Ханана. Клиякар приводит... Извините, пожалуйста, кто-то в двери стучит. Секунду. Я одна дома. Переживаю. Кто там? Извините, наверное, соседи. Клиякар приводит десять отличий между теми десятью заповедями, которые мы получили в этой недельной главе и те десять заповедей, которые Муше нам пересказывает от имени Всевышнего в главе Ваид Ханан. И мы хватаемся за голову и говорим, зачем Муше это делает, зачем он от себя... Извините. Кто там? Кто это? У меня. Мам, 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 Мам. Извините, Ханночка, скажи привет. Это наша соседская девочка, которая потерялась и ищет маму. Вот мы с вами вместе делаем сейчас заповедь. А где твоя мама, ты знаешь? Знаешь? Давай, я ей звоню, а ты стой со мной рядом. Хорошо? хочешь пойти к детям смотреть фильм иди извините пожалуйста ну вот думали кого нет оставила бы ребенка там 1 извините это я тебя рано мешает на с другой стороны лечка ты где хана у нас плачет хана стучала к нам в дверь и плачет в общем я скажу что ты скоро придешь пока окей где мы остановились хорошо извините первые 10 заповеди которые получили сегодня от всевышнего первое отличие за х про шаббат у нас кто платит что за смайлики такие все нормально хана тут в тепле и в уюте сегодня у нас сказано помни день субботний чтобы осветить его что такое помни это под силу каждому что такое помни это когда ты берешь машину садишься за нее где-нибудь субботу утром едешь на море после моря едешь в гости включенным телевизором или музыкой вы сидите за столом кушаете терапезу делаете кедуш вспоминаете про шаббат и в принципе это такой вот кайфовый лайтовый реформистский шаббат когда можно делать все главное что в этот день вспомнить что всевышний закончил свои творения и седьмой день отдыхал ну очень легко что в следующей главе говорится ваид ханан всему шеробей но передает нам эти заповеди и говорит сама это явно шаббат соблюдай день субботний чтобы осветить его а между помни и соблюдай заповедь пропасть просто огромная вы понимаете что такое помнить кайфовый шаббат а соблюдать это шаббат со всеми религиозными датишными хасидскими называйте их как хотите заморочками это 39 работ которые нельзя делать это отключенный телефон это нельзя пользоваться я не знаю обычным чайником подогревать еду курить да все что угодно датишный шаббат как мы шеробей но может передать слова всевышнего вот так их деформируя приводя нас вот к таким осложнениям в жизни ну когда человек начинает соблюдать шаббат он понимает что это кайф и если же не было шаббата надо было бы его самому создать потому что это невероятный отдых от всего вокруг и обращение своего взгляда в семью внутрь себя это замечательная остановка и благодарна за нее всевышнего но как муж и передал эти десять заповедей это просто гениально второе на чем быть чтобы мне очень запомнил что мне очень запомнилась запомнилась из того что было изменено в нашей недельной главе написано альтахмод альтахмод это не выжилай не выжилай это значит какое как объясняют наши мудрецы не делай действия которое приведет тебя к завоеванию чужого если жена твоего друга понравилось тебе очень ты не должен ходить к ней строить глазки говорить мужу разведись не она вообще тебя не достойно чтобы как-то ей завладеть когда те понравился бизнес другого человека ты не должен делать действия для того чтобы этот бизнес как-то себе я не знаю переманить забрать это очень очень легко потому что чаще всего мы что мы кому-то завидуем на это делаем тихонечко в голове как-то отгоняя эти мысли перейти к действию это надо быть уже очень энергичным и смелым человеком если бы мне сказали альтахмод не вас желай не делай действия мне бы с этим очень легко жилось что муж и робейна говорит нам следующий главе вайт ханан как он перефразировал это он сказал лёти тавэ лёти тавэ это совершенно другой глагол он говорит нам что даже в мыслях своих ты должен не по не должен позволять себе думать про чужое как как можно мне сказать чтобы я вот 24 часа в сутки держала свои мысли в узде и не подумал ой какое у него красивое платье вот бы мне такой дом это же настолько подходит нам с открытыми глазами смотреть на другого и говорите мне бы так кто-то из вас может держать мысли если да научите меня что единственное конечно когда мы учим хасидизм и понимаем что вместе с чужим чем-то хорошим перейдет к нам все плохое чем что он прошел чтобы это завоевать и когда рабе в своей сихе когда-то я это кстати не записала только сейчас вспомнила рабе свои сихе когда-то интересно написал почему когда упоминается это заповедь говорится не возжелай дома ближнего жены ближнего осла ближнего там двора ближнего денег ближнего и все что есть у него ну так или перечисляй мне все или просто скажи не возжелай всего что есть у ближнего зачем идет перечисление и потом еще добавляется и все что есть у него казалось бы лишнее так нет всего что нам здесь намекает что как только мы хотим что-то что есть у человека хорошее надо понимать что он вместе с этим идет пакет всего плохого что он пережил за эти за эту жизнь и когда бы вам предложили хотите оставить свою жизнь или взять пакетик вот с тем вот каждый из нас выбрал бы свою жизнь потому что всевышний нам посылает только те испытания которые нам под силу и не факт что жизнь того человека я бы смогла бы вы выдержать и остаться психически равновешенным человеком но вы понимаете как муши рабы но это все переворачивает и почему корах не доверял муши рабы но и почему у него возникали какие-то сомнения по этому поводу тем более один из намеков тоже которые есть у нас в торе сколько у нас заповедей не делать 365 по количеству дней в году это намекает нам что каждый день мы должны делать какую-то заповедь и у нас нету ни одного дня выходного когда вы могли сказать все я расслабляюсь одеваю штаны снимаю парик посижу на диване покушаю какой-нибудь чизбургер нет такого 365 дней в году я должна держать руку на пульсе помнить о своей миссии в этом мире разрешающих заповеди которые заповедуют нам что-то делать 248 по количеству органов в нашем теле в нашем организме это значит что для каждого органа есть своя миссия свое действие и что бы мы ни делали в этом мире стоим мы на месте я не знаю идем мы в гости строим дом делаем бизнес рожаем детей на каждый каждый аспект нашей жизни у нас есть прописанные заповеди и хочется иногда взяться за голову и сказать ну немного ли ну дай выйти с туалета и не вспомнить о тебе дай скушать яблоко не думать какое-то благословение дай одеть удобные штаны и не думать как идти заниматься спортом в юбке в косыночке на голове и думать еще где выбрать занятия без мужского населения что это так тяжело в общем это связано с огромным количеством трудностей причем если мы откроем берешит раба он задает такой вопрос который никто из нас не мог бы позволить себе задать но слава богу у нас есть мудрецы которые позволяют себе такую грубость естественно они потом ее объясняют берешит раба спрашивает какое дело ашему до таких тонкостей маях патляка тоже горуху чем мы занимаемся каждую секунду еще делают наши органы ведь очень много религий я могу сказать наверное можете меня поправить все религии это религия воскресного дня религия которая заповедует какие-то праздники а так целый день ты обычный человек серёжа я не знаю ванов который занимается своей жизнью не думая подходит она под рамки сказанных законов или нет у нас не так каждая секунда нашей жизни она прописана и от этого иногда наверное человек должен уставать кстати если мы вернемся к десяти отличиям которые сказаны в десяти заповедях для того чтобы вас не оставить с вопросом я вам скажу что в нашей индейной главе всевышний еще думал что не евреи согласятся принять тору и поэтому наша недель на главе 10 заповедей они достаточно лайтовые потому что не у каждого народа есть такая сила воли духа чтобы соблюдать прям вот очень харидимные заповеди такие как делаем мы поэтому всевышний создал что помни день субботний не делай действий там какие-то еще такие поблажки потому что здесь он еще думает что когда он будет ходить по народам и давать тору предлагать ее народы скажут конечно конечно мы так долго ее ждали но как мы рассказываем детском садике детям что народы говорили не убить не не а как по-другому дела делать не украсть а как тогда можно разбогатеть не вас желать да у нас вся вся религия основана на том что мы желаем чужого и добиваемся этого войны и празднуем победу ни один из народов не готов был взять на себя заповеди всевышнего и поэтому по прошествию 40 лет в голове ваид ханан всевышний уже дает нам список который нам под силу выдержать без вмешательства не евреев у которых не было такого потенциала как у нас так что несмотря на такое большое количество заповедей и уверяю во что у нас есть силы возможностей для того чтобы их соблюдать скоро муж заканчиваем держитесь вместе со мной логической цепочки рамбом объясняет нам наш вопрос очень легко тора не для всевышнего того для нас всевышнего не надо не нужна товара всевышний без нее замечательно справлялся и наверное у него есть или будут другие миры где то они будут создана тора нужно для нас в нашем тяжелейшем мире без законов которые держали бы нас в рамках мы потеряемся и забудем для чего мы здесь есть у самого дешевого тостера за 50 шекелей есть огромная инструкция к применению вот у меня кстати вчера сгорел тостер я не знала какой хлеб туда можно а какой нельзя ну спасибо сейчас у меня ни хлеба не тостер почему потому что я не прочитала инструкция что же говорить нам про нашу жизнь как сохранить шломбайт как сделать так чтобы муж и жена через 40 лет не надоели друг другу не присытились не было желания посмотреть на сторону может у кого-то лучше как воспитать детей в мире который так быстро двигается в мире фейсбука интернета вы видели какой сейчас как-то называется флешмоб от тиктока страшные когда подделают подножку и люди сломают себе спины как детей от этого уберечь нету достаточно психологов и социальных работников для того чтобы мне дать информацию как вырастить своих детей адекватными в этом мире стремящимся имеющим возможность добиваться своей цели как мне как человеку не потеряться остаться женственной не не стать мужиком штанах который работает и из тех женщин которые не хотят иметь детей говорят что в этом мире это не надо как мне не объяснять моим детям что семья это муж и жена не папа мама 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 и и и две папы три мамы для того чтобы мы не сбились с курса как сожалению мы видим сбились многие другие народы нам нужно таро не всевышно я не знаю кем бы я была если бы не было тоже правда без без зазрения совести я не знаю чтобы я делала без заповеди без наполненности жизни без духовности без наполнения каждодневного и понимание что ты делаешь что-то правильно что у тебя есть узкая дорога по которой ты идешь и она точно ведет тебя к правильно намеченной цели тора это наш указатель свет в конце туннеля который держит нас в рамках по которым построен этот мир но сложно мне немножечко с этим ответом потому что не только нам нужна тора как я это знаю а в нашей идее на главе всевышний сказал будете мне избранным народом это значит что всевышний в нас заинтересован всевышнему мы нужны всевышний избрал нас для себя как мы выбираем для себя мужа жену друзей всевышний избрал нас для чего-то и эта миссия очень просто я до того как я скажу я думаю что вы сами это уже понимаете расскажу вам одну небольшую историю которая естественно произошла спасибо большое мне очень приятно что вам нравится спасибо эту историю естественно она произошла на самом деле в штате миннесота жил такой вэлвол грин это было в где-то в 1960 году это очень-очень знаменитый человек о нем написано в интернете он и сделал очень много разработок с какими-то в общем научные разработки которые помогли очень меру так вот в миннесоту приехал тогда хаббатский шалиях по имени моши феллер и он очень хотел открыть общину как-то приблизить евреев но ему сказали что если ты не сблизишься с и вэлвол грином у тебя ничего не получится он очень значимая личность если он тебя поддержит то и все сливки общества поплывут к тебе в тебя будут денежные вливания ты сможешь приобщать детей больших людей в школы и тогда обычные тоже не будут тебя бояться и подтянутся в общем моши феллер сделал очень большую работу он был очень умным человеком поэтому вэлвол грину было приятно с ним общаться он начал приближаться к иудаизму но конечно все это было на уровне интереса сказок каких-то таких вот раз в неделю урок на платформе вэкро но вот вэлвол грин должен был улетать на конференцию и ехал с пересадками вот вот к нему моши феллера говорит я тебя очень прошу сделай мне одолжение закажи на самолете кошерную еду как зачем кошерную обычно дома мы устражаемся когда выходим за границу мы можем не знаю обычно так хотя это неправильно зайти в ресторан просто какой-то салат покушать но он как бы порезан неправильно и нож непонятно где был как-то люди облегчаются когда они не дома я у себя дома кашют не соблюдаю ты хочешь чтобы я в поездке за границу когда это связано с определенными сложностями соблюдал он прошу тебя это не тебе это мне люди увидят что ты кушаешь кошерно это будет на первых полосах а наши общине узнает это привлечет много людей сделала мне пожалуйста такое одолжение он заходит самолет который должен был лететь два часа с пересадкой спасибо вам большое за ваше внимание и людям начинают подавать еду у него было очень сложный день он преподавал в университете он пришел к рейс очень голодным в надежде что наконец-то покушает но еду не подают они подают не подают он обычно очень скромный человек воспитан тут он поднимает руку подзывает стюардессу и говорит простите где моя кошерная порция а это 1960 год она говорит извините я вообще забыла вы один человек то соблюдает кошерут мы ее просто забыли поднять на борт ну патовая ситуация странная он же сейчас не скажет ну ладно нет кошерного дай мне тогда трифное и он сидит голодный проклинает все на чем свет стоит он в небе ближе ко всевышнему он начинает говорить всевышний где тут честность я тут ради тебя видеть или страдаю я тут ради тебя тебя в этом мире просвещает и меня вот так вот наказываешь но я только сяду позвоню этому маши феллеру скажу все что я о нем думаю на самом деле он садится перерыв час он звонит маши феллеру и говорит я из-за тебя страдал я не знаю зачем я это сделал но больше это продолжаться не может я сейчас остановился в аэропорту и я вижу перед собой островок где продают хот-доги хорошие свиные сосиски сверху сыром с каким-то этим я пойду и за упокой твоей души съем четыре штуки может феллер понимает что с голодным человеком особенно евреем особенно умным и нельзя никак спорить это очень опасно для жизни он молчит молчит а потом говорит помните вы у меня когда-то спросили в чем заключается смысл еврейской жизни я тогда не смог вам ответить потому что если бы я сказал сдака это одна заповедь филин это одна заповедь не на нем устроен человек не на циците не на мезузе не на молитве которые это тоже один аспект еврейской жизни я тогда затруднился вам ответить а сейчас я готов еврейская жизнь это постоянный выбор между добром и злом это постоянный выбор сделать в этом мире место для всевышнего или не сделать и только у вас есть возможность для себя решить сколько места внутри вы оставите для всевышнего ладно эти слова наверное не могут на него повлиять он стоит в очереди уже думает про себя какой соус заказать сколько хот-догов он скушает но когда подошла его очередь он не смог заказать он сел и задумался сколько всевышнего он готов поместить в себя стоит ли говорить что с тех пор волгарин стал религиозным соблюдающим человеком мир община в миннесоте с тех пор очень очень выросла стала богатой значимой и это история о каждом из нас всевышний он не любит мир в котором живут эгоисты постоянные говорящие я я я я заработал я сделал помните как я вам эту историю рассказывала когда человек искал стоянку тут всевышний всевышний я буду соблюдать твой шаббат только найди мне стоянку в центре тель-авива в 10 утра и вот выезжает машина он становится и говорит всевышний спасибо я сам справился всевышнему надоел мир эгоистов всевышнему надоел мир в погоне за деньгами в погоне за лайками в постоянно опущенных вниз глазах когда люди сидят друг с другом но не смотрят друг другу в глаза когда люди забыли зачем они созданы в этом мире когда люди меняют друзей как перчатки люди которые разводятся постоянно люди которые не хотят детей люди которые не несут свет в этот мир люди которые думают что все зависит от того какой толщины у тебя кошелек всевышний говорит опомнитесь пожалуйста я здесь эгоист я хочу чтобы вы в этом мире сделали место для меня в этом мире и в душе каждого человека по отдельности и в этом наш выбор и в этом наша избранность мы всевышнему нужны здесь сделать ему место в нашем мире мы находимся сейчас с вами я бы даже не сказала в пустыне мы находимся с вами в джунглях сумасшедший мир где поддерживают террористов мусульман где не поддерживают умнейший народ евреев где мужчина выбирает мужчин женщин и женщин отказываются от детей или или в общем мир который кажется хуже не будет в каком мире будут жить наши дети так вот в наших силах сделать этот мир достойно впустить сюда всевышнего и сделать из этих джунглей храм у нас есть силы желаю вам а кстати если вдруг вы еще здесь у меня есть вот я записала одна история которой я хотел вам рассказать она тоже была на самом деле единственно не помню названий давно сделаны какой-то стартап в израиле и вот из америки приехали его оценить и купить страдать стоило 4 миллиона долларов это самое большое вложение на те времена в израильский стартап приехал тоже билл гейтс и сопровождать эту группу был назначен репортер тогда он еще работал в газете иди идиот идиота хронот последний идиот так вот он летела на одном самолете вместе с билл гейтсом и он у него спросил у тебя есть если нажимаешь 60 миллионов долларов скажи мне пожалуйста что ты хотел бы купить за эти деньги что ты можешь купить за эти деньги понимаешь ли ты значимость такой огромной суммы которые у тебя есть билл гейтс подумал сказал находясь на святой земле я хочу тебе рассказать одну историю единственное что я не могу купить это шаббат еврея и он рассказал что когда-то они делали конференцию на ней должен был участвовать молодой гений из америки который придумал какую-то системную программу и естественно эта конференция была назначена на шаббат позвонил этот молодой гений и сказал я в шаббат работать не смогу но как тебе же это светит огромными премиями продвижением и тебя узнает весь мир твои разработки захотят купить он говорит я знаю в любой другой день но нет это был первый раз сказал билл гейтс когда мероприятие которое готовилось целый месяц из одного человека перенесли на воскресенье и он сказал тогда я понял что есть вещи в мире которые нельзя купить как например шаббат того еврея я желаю вам чтобы у вас жизни были ценности которые нельзя было купить за деньги хорошего вечера шаббат шалом до свидания